Микс Ньюс Советы Богачек Время выхода программы анонсируется дополнительно И все проблемы решаются Добрый день, уважаемые слушатели Действительно, начинается программа Совета Богачек И программа, это российского психолога Ирина Богачек Здравствуйте, добрый день Мы сегодня берем тему, которая, ну, я думаю, очень должна многих взволновать, всколыхнуть И поэтому, если у вас есть вопросы, вы можете свои жизненные, может быть, какие-то сейчас ситуации проиграть И каким-то образом получить совет, консультацию Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните 67212-93-9, 67213-93-9 Или пишите на WhatsApp 2306191 2306191 Потому что тема сегодняшней нашей беседы – это ревность Вот, действительно, отелло в нашей жизни существует И, наверное, ну, в любых отношениях, конечно же, присутствует какое-то, я понимаю Ну, инстинкт собственника, может быть, у мужчины И в какой момент вот мы понимаем, что, ну, вот, не знаю, женщина или, наоборот, мужчина может понимать о женщине Что это всё переходит какие-то границы, что это, ну, в самом деле, вот ревность, которая мешает уже отношениям, а не свидетельствует о страсти Ну, прежде всего я скажу, что ревность – это очень универсальная, в общем-то, можно даже сказать, базовая эмоция Дело в том, что каждый человек хотя бы один-два раза в жизни своей обязательно испытывал чувство ревности Ревность – это некий комплекс, совмещающий в себе и мысли, и аффекты, то есть бурно протекающие эмоциональные реакции Потому что человек начинает понимать, что он лишается любви близкого ему И, возможно, он даже не сможет жить больше Потому что если нет рядом того, кому я себя отдал, например, целиком и полностью, то есть меня больше не будет существовать Это может быть и гнев, это может быть и страх, это может быть и сожаление, и чувство собственной обесцененности Что если кого-то предпочли мне, то есть, возможно, я какой-то не такой Но ещё раз повторю, что эти чувства очень универсальны, ну, в данном случае ревность И абсолютно у каждого человека это чувство в той или иной степени было Потому что все мы имели маму и имели какие-то с ней взаимоотношения Я думаю, что вообще чувство ревности может быть знакомым человеку и с детства Когда, ну, не знаю, братья-сёстры начинают ревновать к родителям Кто-то, им кажется, что больше внимания родители уделяют Или, например, можно ревновать, я понимаю, к отцу, если мама уделяет больше внимания своему супругу То есть масса вариантов, которые не только касаются, я понимаю, вот любого... Вы знаете, действительно, к чему только не ревнуют люди Но об этом чуть позже, я, возможно, скажу И это могут быть даже в осени люди Могут ревновать к собакам Могут ревновать к каким-то элементам одежды Или к каким-то игрушкам, которые любят мужчины Мужчины, например, машины там Или какой-то спортивный инвентарь и так далее То есть масса всевозможных историй я расскажу Но, безусловно, Олег, вы правы Ревность лежит родом где? В детстве И это первая такая вот душевная травма, которую испытывает ребенок Начиная понимать, что он у мамы не один И что есть еще огромное количество каких-то людей Которым его мама тоже дает внимание и, возможно, любовь То есть, например, папе И это как раз тот самый дипов комплекс, который переживают дети в возрасте от 3 до 6 лет И если человек, маленький ребенок будет в это время напитан любовью Любовью и мамы, и папы Здесь очень важно как раз две персоны И материнская, и отцовская фигуры То тогда во взрослом возрасте, когда он будет испытывать эти чувства У него уже будет опыт, что он когда-то это переживал И, возможно, нормализованно из этого вышел А вот если же ребенок чувствовал недостаток любви То есть, вот я все время спрашиваю Вы дооцененный, долюбленный ребенок, да? Когда ко мне в терапию приходят люди И, ну, я не знаю, каждый Я даже не скажу каждый второй Каждый, да чуть ли не первый Говорит, да, в той или иной степени я чувствовал Или недолюбленность, или недооцененность И вот если этот человек испытывал Уже во взрослом возрасте Он все время будет пробовать завершить вот этот гешталь, да? Целостный образ То есть, он будет искать и искать и искать того человека Который даст ему вот это ощущение долюбленности А, соответственно, целостности В противном случае человек не чувствует себя целостным То есть, нет его вот этой идентии И поэтому здесь к родителям как раз я обращаю ваше внимание Пожалуйста, в этом возрасте дайте детям максимальную любовь И у нас есть еще второй шанс Особенно, если вы недолюбили мальчиков Вы их можете долюбить в возрасте от 12 до 14 лет А часто очень мамы пугаются Потому что они говорят Я сейчас говорю о реальных вещах Они говорят Я начинаю, например, обнимать своего сына А я чувствую, что у него начинаются физиологические Ну, то есть, я надеюсь, меня все поймут, да? Какие-то вещи с ним происходить Ну, в частности, эрекция И она говорит Боже мой, какой ужас То есть, мамы пугаются А я говорю, не пугайтесь Это нормально Безусловно, это как повторение дипового комплекса Да, в подростковом возрасте Мальчик должен напитаться этой любовью Любовью мамы И тогда он сделает перенос в будущем на своих женщин Не бойтесь ни в коем случае этого Но мы все время говорим Как будто бы о ревности со стороны мужчины к женщинам А обратная ситуация То есть, вот, в принципе, женщины ведь тоже наверняка могут испытывать Испытывают ревность То есть, кто ревнивее окажется? Ой, замечательный вопрос, да? Кто ревнивее все-таки, женщины или мужчины? На самом деле, здесь абсолютно точно нет никакой разницы Ревнивые и те, и другие Просто женщины, они более эмоциональны И здесь различие только в том, что женщины уже могут начать ревновать к мотиву То есть, только подозрение какое-то возникло Что мужчина там посмотрел, да, куда-то не туда Ух ты, а кто это? Женщине всегда очень важно знать, кто ее соперница Сколько ей лет Как она выглядит Какого цвета ее волосы Какая ее фигура Чем она занимается Вот досконально И поэтому женщина, ну, всего того, что мы аналитичны Начинает рыть То есть, она начинает просматривать социальные сети Безусловно, залезать в гаджеты своих мужчин Это, ну, это, в общем, сколько ни говори женщинам, что не нужно так делать Практически все это делают Потому что женщины любопытны априори Мужчина же в этом смысле более рационален Он не всегда показывает эмоции И, например, я сталкивалась с таким клиническим случаем Когда ко мне пришел мужчина И он говорит Вы знаете, меня в последнее время обеспокоит То есть, я вообще был абсолютно здоровый мужчина В последнее время у него все время ощущение того, что меня подташнивает То есть, мы стали разбираться, что да как И выяснилось, что его жена Считая, что между ними такие замечательные и доверительные отношения Пришла и рассказала про свою интрижку со своим начальником И он не подал виду, но его всю ночь тошнило Он решил, что это пищевое отравление А потом уже в течение какого-то времени Почему он вынужден был ко мне обратиться Потому что он прошел всех врачей Там, гастроэнтерологов и так далее То есть, все в порядке А у него вот это вот ощущение Это как раз вот психосоматическое явление того Что мужчина подавил себе вот эту эмоцию Не дал возможности высказать вот этот вот гнев или страх По поводу того, что вот он распереживался И в итоге получил вот такой вот симматический агент Потому что любой симптом – это творчество психики И мужчина ревнует уже по факту И очень часто бывает, что, например, мужчина отрицает-отрицает Ему говорят, что вот там видели, там видели, там видели Он говорит, какая ерунда И когда вот действительно такое случается У мужчины может быть вообще крушение Как будто бы рухнул его проект Или его уволили с работы и так далее И здесь очень смешной случай, я расскажу У меня была одна приятельница Она была очень крутой бизнесвумен такой Она торговала бензином Ну, то есть, абсолютно такая мужская как бы специфика И вот, а ее супруг, он часто ездил в командировки И вот как-то он приехал, ну и пардон Классическая анекдотическая ситуация Он застает в постели супругу, молодого любовника Они спят Он, соответственно, поднимает ее с постели Начинает выяснять отношения Она говорит, я не поняла, в чем дело, это массажист Он говорит, в смысле массажист? А почему вы обнаженные? А она говорит, ну, жарко было Говорит, а почему вы спите? Устали Вот, это, конечно, смешно анекдотический случай Но в данном случае я говорю про то, что мужчины Гораздо тяжелее переживают вот эту боль утраты близкого человека Потому что для них это как крушение проекта какого-то Но здесь разрядки может быть, то есть если бы, вот условно говоря, ваш пациент Ну, швырнул бы на пол хрустальную вазу Вот показал бы гнев, выплеснул бы эмоцию И, ну, переговорил, ну, то есть все Это могло бы снять эти симптомы? Безусловно Дело в том, что это такой силы эмоция, которую, если мы поместим в себя Она, условно говоря, разорвет нас изнутри Я не к тому, что нужно поднимать руку на своего партнера Хотя и такое бывает очень часто Мы знаем огромное количество бытовых убийств Да? Из-за чего? На почве ревности Вот, но, например, сказать Мне нужно побыть одному И пойти, например, в спортзал И побить ту же самую грушу Или, я не знаю, час побегать на беговой дорожке Но чтобы вот из себя убрать вот эту энергию В противном случае, я говорю, она обернется против тебя То есть, ну, молчать совсем здесь точно нельзя А можно ли считать все-таки, что Если мы говорим, что практически все признаются, что они ревнуют Что ревность – это, ну, неизбежная эмоция, которая нас сопровождает И где вот эта грань, когда она становится все-таки, ну, ненормальной эмоцией Действительно, еще раз подчеркну, что ревность – это нормально Нормально То есть, любой человек это когда-либо испытывает Гораздо хуже, если Кто-то мне говорит, и тоже я с таким сталкивалась Да я вообще не ревнив Да мне вообще абсолютно все равно Не ревнива, в данном случае я сейчас как раз про женщину говорю О чем это свидетельствует? О том, что этот человек в детстве так наревновался Ощущая невнимание своей, в данном случае, мамы Потому что первичный объект и для мужчины, и для женщины – это мама Недостаток внимания, любви в силу разных обстоятельств Например, эта мама могла бесконечно работать где-то, да? Или отсутствовать И вот это настолько сильная душевная травма, что человек ее вытесняет То есть что? Забивает, то есть убирает вовнутрь И таким образом, уже во взрослом возрасте Только чуть возникает ситуация, когда я могу снова попасть Вот в это тело боли, вот этой детской психотравмы Мне лучше вообще перестать общаться с этим человеком И здесь тоже, кстати, расскажу интересный клинический случай Ко мне обратился молодой человек Очень интересный, симпатичный такой Учился в военно-механическом университете Он говорит, вы знаете, ну вот вы меня видите То есть абсолютно я, говорит, нормально Ну, то есть 20 лет ему было, или 21 Он говорит, вот я такой здоровый парень Конечно же, на меня обращают внимание девушки И я выбираю тоже себе, ну, в общем, интересных барышень Но очень часто, говорит, эти девочки, такие недальновидные Они начинают вызывать во мне чувство ревности Переживая, что, видимо, на меня еще, говорит, будут обращать внимание Они начинают во мне вызывать чувство ревности И показывать свою собственную ценность Да, что вот они такие привлекательные, замечательные И чтобы я их ценил от этого больше А он говорит, как только я начинаю чувствовать Что вот эта девочка так себя ведет Я моментально теряю к ней интерес Вплоть до того, что у меня просто полностью падает влечение Я, говорит, ничего, поделать с этим не могу Говорит, помогите Потому что я так вообще не выстрою себе семью и никогда не женюсь И детей у меня не будет Потому что чуть только я чувствую вот это Да, чуть похожее на ревность, да, какую-то вот такую вот эмоцию Я теряю интерес к девушке Безусловно Мы стали разбираться и что? Большое спасибо маме Вообще наши родители, они, знаете, благими намерениями их Мы знаем, куда выслана дорога И почему он говорит Я, вроде бы для других кажется, что я вообще не ревную На самом деле это не очень хорошая ситуация Это значит, настолько глубоко вытесняет человек эту эмоцию А вот там вот внутри, на бессознательном уровне Ох, каких она дел может наделать эта эмоция Но если мы говорим про ревность все-таки как неизбежную часть Все-таки может ли она в какой-то момент действительно убить любовь То есть стать тем, что приведет к разрыву отношений Она может убить, причем как в переносном смысле, так и в конкретном смысле Потому что ревность иногда может обретать чувство одержимости И мы огромное количество литературных примеров знаем Например, тот же самый Рогожин в «Идиоте Достоевского» Настолько сильна была его любовь к Настасье Филипповне Что он ее убил Или, например, в «Беспреданнице» То есть много литературных примеров мы знаем Что в этом случае происходит? Вот когда ревность приобретает вот такие черты Что происходит? Чувство потери близкого человека вызывает во мне страх Страх вызывает во мне отсутствие безопасности А безопасность – это одна из самых базовых потребностей человека А если мне небезопасно, я боюсь, что со мной что-то произойдет в этом мире Вплоть до того, что меня не будет Я умру, как умрет младенец от мамы Потому что мама вдыхает в него жизнь Он не может существовать без мамы И вот так вот здесь, на бессознательном уровне Вот такой же страх, который приводит к этой одержимости И человек может, конечно, в этом состоянии натворить вообще неизвестно чего А самое ужасное, что если действительно вот это вот чувство есть в человеке С ним практически невозможно бороться Вы понимаете? То есть получается, что… Да, и вот такое вот ощущение одержимости именно То есть степень ревности разная бывает, да, концентрация вот этой Вот это чувство может действительно привести к, ну, вообще непоправимым последствиям каким-то Я говорю, вплоть до убийства Ну, то есть получается, что если человек ревнивец, вот страшный ревнивец То вылечить его, убедить его, что почвы для ревности нет, что его любят Практически невозможно? Это очень сложно, я скажу так То есть здесь все время нужно будет создавать человеку ощущение безопасности То есть успокаивать его Снижать вот этот уровень тревоги И говорить, что между нами как бы все прекрасно и замечательно А иногда люди, кстати, сами снижают вот эту степень тревоги как? Тем, что начинают сами изменять И в данном случае, изменяя или чувствуя потребность Они могут, например, начинать обвинять своих партнеров в том, что делают сами Тем самым, вот таким образом гася вот это вот напряжение, да Которое, оно вот скапливается бесконечно И обвиняя партнера, говоря, что ты не туда посмотрел, не то сделал, не с тем поговорил На самом деле это снижение собственной тревоги Вот даже так может, вот в таких изощренных формах Это называется механизм проекции, да Ревность может проявляться и снижаться Что вы советуете, например, если к вам обращается, ну, человек с такой проблемой А расстаться с ревнивцем или пытаться найти с ним общий язык? Ну, прежде всего я начну спрашивать, к чему или к кому конкретно ревнует человек И, возможно, здесь я тоже расскажу несколько интересных, забавных даже случаев Дело в том, что ревновать можно действительно к человеку И чаще всего, не чаще всего, а часто, вот так поправлю сама себя Часто, например, ревнуют к бывшим А расскажи, кто у тебя был до меня Или, например, иногда, а, я знаю, что ты или звонила своему бывшему А что вас связывает? А уже все давным-давно закончено А вот для чего человеку нужно знать вот это вот о бывших Какую-то информацию? Прежде всего для ориентиров Чтобы понять, из-за чего, из-за чего там, что там такое происходило Что это был за человек? Почему не сложились отношения? И, конечно же, второй пункт для того, чтобы избежать ошибок в ваших отношениях Это утопия, говорю сразу Каждая новая история – это абсолютно новые отношения Да, могут быть какие-то параллели, взаимосвязи Но бессмысленно обращаться к старому опыту Особенно если девушки про мужчин узнают Ну, то есть про своих соперниц Вот здесь однозначно я могу сказать Что девушки, женщины Каждая новая женщина – новая история для мужчины Не смотрите, что там было и как там было А мужчины вообще… Ну, там могут быть какие-то схожие черты Потому что мы помним, что у мужчины все-таки одна проекция Женщина – это его мама И плюс-минус все его девушки чем-то будут между собой похожи По каким-то личностным качествам Профессиональным Внешним в том числе И часто мы видим каких-то известных людей Которые, например, несколько раз там женятся Мы говорим, господи, опять-то практически то же самое лицо У женщин вообще все может быть наоборот Дело в том, что у женщин много проекций мужчин И если мужчина ревнует к тому бывшему Это абсурд Потому что тот бывший может быть совершенно не похож Да, с ним самим Или с возможным претендентом на будущее Поэтому еще раз повторю Новая история И если ваш партнер уже выбрал вас Просто дайте ему ощущение безопасности, уюта, комфорта, теплоты И самое главное – интереса То есть вашему партнеру должно быть с вами интересно И тогда варианты Пойду чего-нибудь или кого-нибудь найду Они, в общем-то, неуместны Более интересно, когда люди ревнуют к вещам или к животным Например, совершенно недавно у меня в терапии была девушка Я позволяю своим пациентам потом мне звонить Потому что какое-то время терапевт является внешней опорой для человека А потом эту внешнюю опору мы делаем внутренней И терапия заканчивается И вот пока ты являешься внешней опорой Люди могут тебе звонить И вот она мне звонит и говорит Ирина Сергеевна, я ничего с собой поделать не могу Дело в том, что у моего парня есть собака Эта собака была до меня И вы знаете, я просыпаюсь с утра Вот его одна рука на мне А вторая рука на его собаке Которая спит, говорит, с ним в постели Она так привыкла Вот он ее щенком приучил И она говорит, вы не представляете Я вижу эту картину И я понимаю абсурдность этой ситуации Но я ничего не могу с собой поделать Вот, я, говорит, хочу эту собаку просто, я не знаю Взять и выбросить в окно Я говорю, а ты просто к ней ревнуешь Что значит ревную? Я говорю, ты просто воспринимаешь ее как другую женщину Вот здесь и задача, то есть для твоего мужчины Расставить приоритеты и сказать, что все-таки его женщина Это ты А собака в данном случае это всего лишь животное А один мужчина, еще хуже ситуация Он ревновал свою женщину к туфлям Он говорил, это невозможно У нас, говорит, целая комната Уже вот просто вся стена, сплошные туфли Он говорит, я не знаю на самом деле Она, говорит, бесконечно покупает Показывает мне картинки Он говорит, я не знаю У меня желание вот эти все туфли точно так же Вот в одну большую кучу изжечь, говорит Как, знаете, вот на костре Что мне делать? А я говорю, ну вы знаете, современный человек Он вообще фетишист И вы можете запросто использовать эти туфли Например, в интимной близости Новые туфли, новая история Новые туфли, новая история Он говорит, да вы что? А как это можно в туфлях? Я говорю, элементарно Попробуйте И вы не представляете, он мне позвонил Потом говорит, это так классно Ну то есть каждая своя история Свои индивидуальные особенности Ну вот в этой конкретной ситуации Мы разрешили этот вопрос вот так Российский психолог Ирина Богачек В нашей студии Программа «Советы Богачек» Мы ненадолго прервемся И вернемся, обязательно продолжим тему ревности Продолжается программа «Советы Богачек» Я напомню программу российского психолога Ирины Богачек И телефоном нашей студии 67212-939-67213-939 Говорим сегодня о ревности Вот возвращаясь, говоря про вот этот фетишизм И ревность к животным Я сразу вспомнил Джорджа Клуни Потому что у него же тоже была Любимая свинка Правда, не знаю, сейчас она жива или нет Но он, ну, говорили о том Что очень многих его там девушек Буквально выбешивало то Что она живет в доме Ну и когда, ну, очередная пассия Говорила, выбирай она или я Он говорит, без сомнений Собирай вещи и вон отсюда То есть для него это был просто Ну вот, я понимаю Ну, кумир друг-друг детства Ну и да, и сразу вспомнился еще анекдот Про жену, которая ранним утром Проснулась, сломала удочки мужа Легла обратно довольная спать И там жить ей оставалось полтора часа До рассвета То есть не стоит Не стоит воспринимать вот эти все Я понимаю, все-таки Увлечения мужа Или наоборот там жены Слишком серьезно и делать из этого проблему То есть надо искать выходы из этого Ну, мы можем сколько угодно Говорить человеку, да Бросай курить А он скажет, да-да-да Выйдет на крылечко и закурит Поэтому здесь вариант Насколько у каждого глубока Это детская психотравма И, безусловно, если наш партнер Нам будет давать вот это ощущение Да, любленности, да, оцененности И когда человеку спокойно Он тогда не ревнует Более того, конечно, хотелось бы Чтобы у этого человека Была еще какая-то идея Какое-то дело Потому что Кто еще очень сильно ревнует? Люди с Заниженной самооценкой Хотя может это выглядеть Что я такой замечательный Великолепный Вот, но при этом Человек сам про себя понимает Что он где-то что-то вот Не дотягивает И в данном случае Человек с заниженной самооценкой Бесконечное ощущение Своей вот этой неценности И когда мне Есть хотя бы намек Даже на какую-то измену Моментально срабатывает механизм Что я не ценен И раз я не ценен Значит, хоть как-то Мне нужно отстоять Вот это свое достоинство И в данном случае Гнев, месть Они начинают выступать Некими орудиями То есть защитными механизмами От того, чтобы не разрушилась Моя психика Для того, чтобы не разрушилось Мое эго Я И здесь у человека Начинает возникать Такое страстное желание Вот отомстить Изменнику Или сопернику И когда он добивается этого Когда он одерживает победу Возникает ощущение Что я ценный Что я в этой жизни Что-то могу Что я не настолько ничто И, конечно же Если у человека С самооценкой Все в порядке Вот такие Вот уже изощренные механизмы Когда Вот по-любому Выиграть эту войнушку Отомстить Изменнику Или изменнице Они, в принципе, отсутствуют Вот прямо Пару дней назад В этом кресле сидел Историк Семен Экштод Который рассказывал Удивительную совершенно Ну вот реальную историю О том, что дедушка Тютчева У него был роман С Алтычихой И когда он ее бросил И женился На другой женщине Что вот она пыталась Его убить Причем Отправляла дворовых людей Причем По методам Вообще таким, скажем Терроризма Уже 20-21 века Она их там отправляла С запасом пороха С бомбой Чтобы они взорвали его дом Говорю Вот вы представляете Москва То есть так масштабно Девушка подготовила Женщина Чувствовала, что Ну вот Может быть Это вот была травма Которая затем Ну ее и сделала Такой садисткой Ну хотя я понимаю Что не были предпосылки До этого Что вот он говорил Что именно этот случай Вот эта несчастная любовь Сделала из нее Вот такого монстра И просто безумца Ну надо же То есть Постарался дедушка Тютчева Ну конечно же Должно быть почва И толчок То есть просто так Она не стала бы садисткой Если бы не было почвы Да И в данном случае Вот эта вот Несчастная любовь С дедушкой Тютчева Она была толчком То есть иногда бывает почва И нет толчка Проходится Или иногда Нет почвы Есть толчок Но не все Допустим становятся Заикающимися И так далее А в данном случае Здесь совпало Одно с другим И вот мы получили Такой персонаж О котором все знают Тут пишут нам Да, конечно Любопытный значит Слушатель Ну говорит Что вот вы ссылаетесь Что вот мама Недолюбленная А если ребенок рос без мамы То что же тогда Вот по вашей теории Должно происходить Ой Вы знаете Совершенно недавно Я была на лекции По созависимостям Так вот За маму Младенец Воспринимает того Кто находится Рядом с ним В первые месяцы жизни И будучи Сама я Такой вот Знаете Такой Молодым ученым Которым мне казалось Что гораздо важнее Мне быть там В университете Писать диссертацию Не успела я Родить ребенка Своего Дочка у меня Я попросила Свою маму Пожалуйста Ну вот Ты уже сейчас На пенсии Не работаешь Да, займись Она говорит Ну а как же Вот кормить грудью Я по-моему Уже даже рассказывала Я купила Такие органические Соски Моя мама Вот просто Прикладывала Бутылочку к груди Кормила мою дочку Так вы знаете На всю жизнь Для моей дочки Не я Мама А моя мама Более того Она даже Зовет ее по имени Ниночка И безумно переживает Помню в детстве Даже плакала Все время Говорит А Ниночка с нами поедет Потому что Ее мамой Стала моя мама Вот такая Перверсия Извращение Произошло И в данном случае В зависимости от того Кто был с этим человеком В первые месяцы жизни Вот этот объект И будет восприниматься Как материнская фигура Вы знаете Очень интересный эксперимент Кстати проводила Я забыла фамилию Ученого Ему вначале Дали Нобелевскую премию А потом признали Отобрали за то Что он во времена Фашизма Ну то есть Какие-то отношения Имел С фашистами Он делал Эксперименты На гусях И Например Он Вместо Мамы Гусыни Маленьким Этим Гусятам Вначале Какой-то Подложил Игрушку Лисы И вот они Следовали за этой Игрушкой Лисы Потом он Извратился до того Что он уже в качестве Первичного объекта Для вот этих Маленьких гусят Предложил свои Полосатые штаны И вот они следовали Везде за его Полосатыми штанами То есть Вот так срабатывают Первые наши гештальты Первичные образы У ребенка То есть Кого вот ребенок Запечатлел В первые месяцы В том Маленьких гусят На стыке Жутко И прекрасно И прекрасной Маленьких гусят Извратился до этого Каким-то человеком И когда у меня Было профессиональное выгорание К чему именно Я говорю Не только к кому А к чему Вот И когда я Получила эти знания И стала оценивать себя Я поняла Боже мой Да вот Здесь Для понимания Всегда нужны знания Или мои студенты Говорят Ирина Сергеевна Какое вам огромное спасибо Что хоть на пятом курсе На четвертом Вы нам это рассказали А если бы вы рассказали Нам это на первом Ну мы бы уже Такое количество ошибок Бы избежали Да То есть Это вот Толкает нас к изменениям Но некоторые люди Слетают все-таки В клинику неврозов Потому что они Не способны справиться Самостоятельно Мы сейчас Приимем звонок Надевайте наушники Добрый день Да Добрый день Здравствуйте Интересно Вот Когда мой брат С семьей Переехали от нас С мамой Вернее мы от них Переехали Не важно У меня была и ревность И обида Что мама могла На последние деньги Там что-то вкусненькое Купить Больная к ним Ходила Все И вот Она умерла Как говорится Непрощенной И вот я не так давно Прочитала Причь о блудном сыне И она мне Помогла понять Состояние моей мамы То есть Как там отец Говорит Вот брат Вроде как Умер Твой Но вернулся Живой А ты все время Рядом со мной И вот я поняла Что я-то с ней рядом И она обо мне Не должна Не беспокоиться Ничего А брат Хоть и в одном городе Но все равно Он не с ней Вы знаете Иногда действительно Бывает вот такой Толчок И начинаешь понимать Но к сожалению Это стало Слишком поздно Мамы уже нет Благодарю вас В этом случае Вот эта вот вещь Ну опять же Мы принимаем Это или не принимаем Но очень часто Делаются Прямо вот сеансы Психотерапии Прощания И прощения В данном случае С умершими родственниками Прежде всего Это нужно Да И вы можете Просто сидя дома Например Вот сделать следующее Я прям вот И лайфхак этот Или советы Для тех людей Которые в такой же ситуации То есть родственников нет А вот осталось Что-то незавершенное Вы можете сказать Мама здравствуй Я тебя вижу То есть дать место Только тогда мы можем Выстроить диалог Дальше вы можете сказать Мама Я принимаю все то Что между нами было Но это действительно Состоявшийся факт Что вы жили рядом А она все-таки Больше внимания уделяла Да Вашему брату Дальше вы говорите Мама Я попробую Попробую Мы не можем сказать Прощаю сразу Одном моменте Мы говорим Я попробую Тебя простить За то За те эмоции За ту боль Которую я чувствовала Потому что Мне нужна Твоя энергия Для моей жизни Для моего любимого И для моих детей Вот эти три вещи Три П Да И вы почувствуете Как вам станет легче Да Спасибо Спасибо большое Ну тут вот пишут Да Вы говорили Про разные типы людей Норма и невротики А можно ли нормального человека Довести до неврозы Я понимаю Что он был нормальный Стал невротиком Переходит из Да Конечно Все мы плюс Вообще Современное общество Оно невротичное Элементарно Просто Например Можно сделать Ну относительно Нормального человека Невротиком По типу невростынии Когда Например Ему будут говорить Тебе на работе Нужно вот делать Столько там А человек С таким комплексом Отличника Да Он все хорошо Прекрасно Выполняет А дальше ему говорят Ты знаешь Мы сокращаем Штат сотрудников И вот Завтрашнего дня У тебя Будет Объем Работы В два раза больше Кто-то промолчит И уже В этот момент Входит Невротичное состояние Кто-то попытается Взбрыкнуть И сказать Ну хорошо Тогда пожалуйста Зарплату Я бы хотела больше А он говорит Нет К сожалению Фонд Средств Материальных Вот такой Вот ограниченный Не нравится Уходите с работы И человек Думает Нет Ну я так люблю Эту работу То есть Не все же Работает Только ради денег Да нет Я останусь И по-прежнему Вот этот комплекс Отличника Он Все делает Сам делает А чувствует Что все Сил нет И вот таким образом Человек попадает Это состояние Невростыне Хочу Сделать Хорошо Но не могу С утра Встал Уже устал Вот То самое Профессиональное Выгорание Или синдром Хронической усталости Как один из видов Невроза То есть Любого нормального Человека Можно сделать Невротиком Все современное Общество В общем А почему Современное общество Делает из нас Невротиков Потому что На спинах Невротиков Делается Прогресс Невротики Все тянут На себе Но тут Общий Слишком вопрос Я понимаю Прямо вообще У нас осталось Буквально 5 минут А тут тема Я понимаю Целого курса Что по вашему мнению Такое психика С разумом А я сейчас Да легко Я же Преподаватель университета Это одно Из базовых понятий С которого Вообще Начинаю Свои лекции Конечно же Я возьму То определение Психики Которое Наиболее Транслируется На сегодняшний день Психика Это свойство Высокоорганизованной Материи Именно головного мозга Заключающийся В способности Отражать Объективный мир Сейчас я объясню И плюс Наш жизненный опыт Наше внутреннее Духовное содержание Итак Что значит Отражать Вот мы сидим Все в одной студии Вот я Олег Программный директор Наш чудесный Оператор Да И вот давайте Посмотрим на нашего Чудесного оператора К сожалению Мы не можем Его увидеть Вот с вашей точки зрения Он Его цвет волос Какой? Ну С моей точки зрения Темный Ну я не могу сказать Ну не блондин Шатен А вот с моей точки зрения Он рыжий Вот вроде бы Объективно Реальность Одинаковая Вот перед нами Сидит человек Но даже в таких мелочах Мы можем Отражать По-разному Вы-то его побольше Знаете Вот Как вы считаете Вот он Может дать Миллион в долг? В смысле Может Если у него Миллион Или Может ли он Дать в долг Этот миллион Может дать Миллион в долг Вот И ничего не А если вы не отдадите Что он сделает? Ну Будет расстроен Хорошо А я могу По-другому Совершенно Да Дать Какую-то проекцию То есть Вот мы на одно и то же Одинаковое Можем давать Разное отражение Плюс Наш жизненный опыт Например Олег что-то знает свое Спросит меня Я скажу Нет Я не знаю Этого нет В моем жизненном опыте Или я например Что-то скажу Олегу А он скажет Я тоже этого не знаю Ну и плюс конечно же Наши эмоциональные отношения К этому Кто-то например Если узнает О том Что его супруг Или супруга Изменили Ну что Расстроится И останется Жить с этим человеком А кто-то скажет Нет Это для меня Совершенно неприемлемо Это измена Которую я никогда Не прощу И мне проще Расстаться с этим человеком Поэтому я кстати Предлагаю Следующую тему Нашей передачи Сделать Как правильно расставаться Ох Ничего себе Да Ну а мы Расстанемся Очень правильно На этой ноте Еще раз Я напомню Что Ирина Богатчик Была у нас Сегодня в студии Родион Золотарев Звукорежиссер Который может дать Миллион Мне кажется Насколько он Добрый Хороший человек Спасибо большое Ну и до Следующей встречи Через три недели Где-то через Через три недели Продолжение следует...